Привет-привет! Добро пожаловать в новый влог! Мы в Греции. Я надеюсь, это будет полноценное видео. Хотя посмотрим, как получится, потому что моя главная цель этой поездки это отдых. В первую очередь. Приветики! Человек из душа. Мы отдыхаем уже какой-то день. Я успела частично сгореть. Не обновила вовремя SPF на ногах. Я давно не видела у себя таких красных, блин, ног. Погода, можно сказать, обманчивая, потому что тогда, когда я сгорела, было 22 градуса. ветерок и облака. И я что-то как-то так была увлечена. В общем, не знаю, как так получилось. Очень прикольно поет птичка каждый раз, когда мы возвращаемся после купания. А мы целый день проводим в воде. Особенно дети не вылезают. И она вот так поет. И утром тоже иногда ее слышно. Обзор отеля я, наверное, никому не интересен. Может, что-то здесь засниму. Мы находимся на острове Крит. И отель называется Митсис. Лагуна что-то там. Мы поехали сюда спонтанно по совету, по рекомендации наших знакомых. И это было лучшим решением, потому что у нас был долгий ойкенд. И я решила не терять время зря. Наши летние каникулы, летний отпуск мы проведем в совершенно другом месте. Но, пожалуй, all-inclusive это то, что доктор прописал. Потому что нет никаких забот, обязательств. И встаешь, когда хочешь. Всегда есть еда для детей. Всегда есть чем заняться. И то, что я заметила, вот это самый большой кайф. Дети подросли, они очень самостоятельные. И действительно по-настоящему получается отдохнуть. Так, знаете, полноценно. И поболтаем с вами потом. Мы сейчас бежим на ужин. Потом раньше возвращаемся, потому что завтра утром осуществится моя мечта. Это то место, куда я очень давно хотела попасть. Но нам как-то было не по пути, можно сказать. Я решила, что пора брать судьбу в свои руки и вперед к мечте. Я вам завтра покажу, куда мы отправляемся. Я уверена, что многие из вас там были. Многие хотели бы побывать. это одно из самых романтичных мест на планете. Ну, в всяком случае, так говорят. Как оно будет на самом деле? Возможно, толпы туристов. Я такая, блин, типа, не стоило оно того. Но зато галочка напротив мечты будет стоять. ничего себе. Неожиданно и очень приятно увидели, что мы частично гости из Украины, так как украинские паспорта у меня и у мамы прислали нам в номер фрукты и шампанское. Кстати, шампанское здесь очень вкусное. Это брюд. Мы с мамой, правда, не пьем в номере, но, возможно, сегодня будет исключение. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Давай, Заки! Так, супер! У нас есть наши билетики и термоски из отеля. Мальчики готовы. Мы уже идем на паром. Где-то больше двух часов путешествия и мы плывем на Санторини. Мальчики, ну как вам? Не все время надо сидеть, не, но у нас есть свои места. Мы первый раз на пароме. И здесь немножко даже как в самолете, я должна сказать. Такие кресла и сейчас пойдем искать наши места. Мальчики в полном восторге. Они не так себе это представляли. Немножко шумно, но это напоминает реально какой-то мини-лайнер, что ли, с барами, со всеми удобствами. Так что прикольно. Дальше нас встретил Лухарный автобус и мы отправляемся в первый город. В автобусе это, конечно, жесть. Возможно, многие из вас со мной не согласятся, но я все же поделюсь своим мнением туриста, который провел всего несколько часов в каждом из городов Санторини. Нам было мало времени и я, конечно, благодарна своим детям, что они стойко выдержали эту поездку. Потому что она была непростой, но им очень понравился паром. Мы вставали в 5 часов утра, чтобы добраться. И нам давали где-то около 2 часов в каждом городе. Этого недостаточно для того, чтобы прочувствовать всю атмосферу и быть те готовы к тому, что начиная с мая там просто толпы туристов. Для того, чтобы что-то снять или сфотографировать, нужно буквально стоять в очереди и толкаться. У тебя есть несколько секунд на все про все. Мне кажется, что в одном из дорогих и роскошных отелей Санторини все совершенно по-другому. Но чтобы добраться до него, вам придется преодолеть все узкие улочки с чемоданами. Конечно же, отель и работники помогают в этом всем. Но когда ты турист, и вот эти чемоданы, и доставка продуктов в рестораны, и чего-то там в отеле, это, конечно, то еще испытание. Конечно, остров очень живописный, и лайнеры, и вот эти кафешки, и рестораны. Хотелось бы посетить больше, все получше рассмотреть и вообще приехать сюда без детей или с детьми постарше. Надеюсь, что когда-то и это будет в моей жизни. Мама заказала мусаку. Это запеканка, она может быть и вегетарианская, а может быть с мясом. Но традиционная с мясом. Мясо, картошка, экпланд, баклажан, ну и там разные другие. Я в прошлый раз в Греции ела, мне понравилось. Это греческий кофе мы с мамой пили. Пьем точнее. Типа как заваренные в турочке, но достаточно крепкий. В отеле не каждый кофе, мне там нравится. Это мы едим санторинский салат. Он чем-то похож на греческий, но здесь каперсы, сушеные помидоры. Возможно, есть несколько вариаций на тему, но у нас в этот раз такая и какой-то сыр вместо феты. Такой типа как йогурт, тоже с орегано и здесь листья каперсов. Каперсы это вот эти вот штучки. Ну, у детей просто что-то из детского меню, ничего интересного. И обедаем мы с чудесным видом на лайнеры и город. Сейчас я жалею, не помню, говорила это или нет, что я не взяла путевку минимум на 10 дней, потому что как-то так быстро пролетело время. Мне очень понравилось. Хотя, честно говоря, море здесь вот именно в этом отеле. Ну, но такое, что дети не очень хотят туда заходить, плюс вода холодноватая. Много кто нам рассказывал, что в этом году какая-то слишком затяжная весна. И для Крита такая погода прохладная, плюс редко в июне здесь бывает дождь. А дождь даже мы застали, и до этого был день и ночь, когда был проливной дождь. Наверное, для растений и для местных это наоборот хорошо. Но для туристов так себе. У нас вечером прошел дождь, потом прекратился, все было хорошо. И для меня эта поездка стала таким новым опытом. В следующий раз я не побоюсь взять в аренду машину и поехать уже там, не знаю, посмотреть остров. Например, вот этого мне не хватило. Но ничего, оставлю это на следующий раз. Просто у мамы есть права, но она не умеет водить. И как-то, не знаю, я в качестве страховки личной для себя и для детей. Мало ли что. У нас раньше часто в поездках случались разные приключения. И бывают по-разному. Я как-то так серьезно побоялась брать сама машину и сама водить, потом парковаться. И тоже неизвестно было, как себя будут вести дети. Они обычно сложно переносят всякие там путешествия. Вот именно, что по городу им скучно, им жарко. Им это, ну, с одной стороны, интересно, но не настолько, как мне, например, или другому взрослому человеку, который может целый день гулять по какому-то городу. Они там быстро посмотрели что-то и побежали дальше. Тем более здесь я не могу их вытянуть из воды. Реально, они постоянно сидят, киснут. Мне кажется, что у них прям кожа скоро сойдет. И в море вот они не купались, потому что прохладно. И мама, например, она очень хотела, чтобы был песок. И нам говорили, что это а-ля песочный пляж. Ну, по факту, не совсем так. И не в каждом месте можно зайти в море. Если пройти чуть дальше, здесь есть второй отель, который выкупил Митсис. Мы отдыхаем в Митсис, Лагуна, что-то там. Это считается типа как премиум отель здесь. И если пройти дальше, в их отель, который они тоже выкупили, там огроменный пляж. Я там еще не была, и мама сказала, что там получше. Завтра тоже пойду посмотреть. У нас еще два дня. И также нам предложили поздний чек-аут. В качестве благодарности за то, что я просто-напросто отметила отель в Инстаграме. Это очень приятно, если будет такая возможность, потому что неизвестно, будут ли заезжать следующие гости. Если нет, то нам позволят выселиться попозже, уже перед выездом в аэропорт. Обратный рельс у нас вечером, поэтому по факту у нас целый день. Здесь туристы, которые не особо как-то наряжаются вечером, не особо красятся, все на таком лайте и расслабоне. Я один раз накрасилась, вот прям полный марафет сделала, как я умею, для фотографии. Мне хотелось сделать красивые фотки, поэтому штатив, пульт меня выручили. И теперь у меня остались еще и красивые снимки на память. Ну, а так в основном очки и вперед. Вечером здесь девочки каждый день, живая музыка. Это то, что я очень сильно люблю. Поют такие хиты, которые нравится всем, народ танцует. И так как это семейные отели, здесь нет никаких дискотек, как таковых до утра. Здесь очень тихо, спокойно. Много семей с детьми, женщин в положении. И также много... Господи, простите меня, пожалуйста, если я как-то не так выражусь. Потому что я это делаю не со зла, а есть новая этика. И к ней тоже нужно привыкнуть. Люди с инвалидностью. Исправьте меня, буду знать на следующий раз, как правильно говорить. Потому что иногда говоришь, не хочешь кого-то обидеть, но это неправильно. В общем, здесь много удобств для них. Вплоть до того, что есть специальные такие машинки, которые погружают тоже людей, которые, например, не ходят, или очень слабых, пожилых людей в воду. Причем они завозят людей и в море, и в бассейны. Бассейном здесь очень много вода, супер теплая. Для меня, для мерзляков, вода теплая, значит, она реально теплая. Она как чай к вечеру, и даже в 7 часов утра она очень теплая. Территория большая, есть где гулять. Много каких-то развлекух, я, наверное, потом расскажу. Ну, вот именно анимация детская. Я не знаю, мы туда не ходим, но мы всегда участвуем в аквазумбе. Дарт сыграли несколько раз, и дети каждый день играют в пинг-понг. Я тоже сегодня играла с Игнатом, ну, типа как чемпионат такой среди посетителей. Очень много туристов из Великобритании, из Германии. Откуда еще? Ну, в основном слышно английскую речь, причем вот именно с британским акцентом. Украинцев немного, хотя многие работают здесь, как мне сегодня рассказывал сотрудник отеля. Мы так пообщались, очень приятно было. Питание, я не знаю, очень давно не была в Турции, поэтому не могу сказать, как сейчас в Турции. Но мне здесь всего хватает. Я кайфую от того, что очень много овощей нарезанных. Я могу каждый день есть салаты и на каждый день какие-то блюда. Но вот даже если сравнивать там с Турцией, в которой мы были лет 6 назад, наверное, да, то здесь нет вот вечером такого, что приходишь на ужин, и огромная рыба, например, лежит, которую при тебе разделывают или там целого поросенка, например, вывозят. Здесь такого нет, поскромнее, но реально выбор очень большой. Мясо и завтраки вкусные, яйца пашот, плюс есть рестораны а-ля карт, в которые можно записаться. И там тоже есть завтраки очень вкусные. Мы сегодня были в таком типа как азиатском, и прикольно, мне понравилось, вкусно. Таверна греческая, азиатский ресторан, суши-бар для взрослых. Ну, можно взять и просто съесть не на их террасе, а где-то в другом месте. Это все входит в цену. И самое главное, что стало решающим, да, это то, что цена для меня с детьми, вот, например, была очень приятной. И учитывая перелет, багаж на каждого пассажира, все там трансферы, питание, алкоголь здесь брендовый. То есть есть локальные какие-то, но если опироль, то это реально опироль. Вот. И большое количество бассейнов для детей, для взрослых тоже, специальные зоны. И за такую цену реально, мне кажется, что мы даже в Хорватии не отдохнули бы, а здесь у нас сейчас не видно, просто очень много вещей. Там мама собирается, и я закрыла двери. У нас двухспальный, двухкомнатный номер, поэтому у детей есть свое пространство, у нас свое. В номере не жарко, мы даже не включаем кондиционер, и иногда спонтанные решения приехать куда-то являются самыми лучшими. И потом уже будет какой-то отпуск, когда мы будем куда-то ездить, что-то посещать. Но даже за эти 8 дней мы умудрились съездить на Санторини. Так что еще одна мечта сбылась. Наверное, я вот так буду раз в год забирать детей и ездить сама, потому что с ними уже нет никаких проблем, ни во время ночного перелета, ни во время отдыха. Все остальное можно решить, сделать самой, и с ними уже можно играться не машинками, а реально взрослые какие-то там мяч бросают друг другу, волейбол. В общем, я по-настоящему кайфанула, и сейчас иду на ужин с мамой, дети присоединятся к нам, и мы едем в Херсонисус, или в Херсонисус, я никак не могу запомнить, как правильно ставится ударение. Это городок, который находится рядом с нами, и буквально там за 10 евро можно заказать такси и через 5 минут уже быть в городе. Про общественный транспорт я не узнавала, но мне кажется, что это классная опция, чтобы вот так съездить в город, который находится неподалеку. Мы отправились в Херсонисус в основном для того, чтобы купить какие-то сувениры и, в принципе, посмотреть вечерний город. У нас не было цели посетить все достопримечательности, но мы прогулялись, и у меня сложилось впечатление, что здесь царит такой себе архитектурный хаос, потому что каждый строит так, как ему хочется, очень много реклам, и это как бы не нарекание, я просто делюсь с вами своими впечатлениями. Очень много бутиков с бижутерией, и сначала я думала, что это оригинальный там Cartier, потом так начала присматриваться, несмотря на то, что Греция это Евросоюз, здесь очень много подделок, реально много. То есть сумки Dior, Prada, Yves Saint Laurent, что захотите, дорогущие часы, Cartier, вот это вот все присутствует. Но я хочу вам сказать, что вот именно заведения здесь очень стильные. Когда мы приехали, не было людей, а ближе уже, наверное, к 10 часам все ресторанчики, кафе, клубы начали заполняться. Это как такая островная столица для вечеринок, для молодежи. В основном здесь не пожилые люди, ну, вечером, а именно молодежь развлекается. Мы сделали временные татуировки, мальчики в восторге. И еще вот то, зачем стоит отправиться в какой-то из городов Греции, это аксессуары. Это серебро, серебро с золотым напылением и вообще стильное украшение. Здесь вот в каждом бутике, в каждом магазинчике можно найти что-то вот такое с изюминкой, оригинальное, или же наоборот лаконичное, стильное. Я постеснялась снимать, но в этом бутике, в котором мы были с натуральными камнями, я все-таки кое-что себе приобрела. И в самом конце видео вам покажу. Также стоит привезти оливки, оливковое масло, мыло, косметика греческая славится, изделия из оливкового дерева. У нас в Кракове есть греческие магазины, поэтому я не везла много, но все равно интересно было поразглядывать. У меня была цель найти то, что мне когда-то дарила моя зрительница, но мои поиски не увенчались успехом. По традиции показываю, что я взяла с собой из ухода, и что мне больше всего пригодилось, а что, к сожалению, разочаровало. Кстати, в отеле, вот когда мы приехали, здесь стояли гели для душа, шампунь-кондиционер и лосьон для тела. Гели для душа у нас закончились и почему-то ни разу не обновили. Ну, наверное, нужно позвонить, но это как-то чуть странно. Остальным я не пользуюсь. Итак, личная гигиена, дезик, понятное дело, умывание, цараве, очень удобный формат. Также взяла с собой миниатюры от Апалма, гидрофильного масла. Это все то, что было у меня в уходе. Крем Sunday Riley не стала переливать в маленькую баночку крем под глаза. Я делюсь еще и с мамой, поэтому у нас один на двоих. И также в качестве восстановления вот такая миниатюра сыворотки Estee Lauder. От прощей на всякие случаи взяла с собой вот эту штучку. К счастью, все окей. Я повторно купила ее в нашей Sephora. Для губы у меня вот такой бальзамчик. Это на ночь и, конечно же, SPF. Вот этот я вам не показывала. Слушайте, он просто обалденный. Он и ухаживающий, и увлажняющий. И я даже наношу его после тоника вместо крема. Шикарный. У меня вообще не покраснел. Нос он легкий, не выбеливающий. Beauty of Jusen. И цена у него приятная. Для губ, кстати, помните, я как-то покупала Blistex. А здесь SPF 30. И у меня не обгорели губы. Иногда кажется, что на море, там, на пляже, на озере у тебя как будто они обветриваются. Это не обветриваются, а обгорают. Или одно и другое. Для тела. Самое классное средство. Я еще раз убедилась. Это La Roche-Posay. Вот такой для меня и для детей. И в спрее. Но этот спрей не годится для лица, для обновления. Потому что он такой белесый. И когда его распределяешь, он превращается в прозрачный. Но тем не менее, если брызнуть поверх макияжа, то будет капец. Когда я не успела обновить вовремя SPF. Ну, такое тоже случается. Короче, нанесла вот эту штуку от Liren. Это типа спасение для кожи. С витамином. Нет, не с витамином, а с пантенолом. Короче, фигня полная. Не берите. И я отправилась в аптеку. Там мне продали вот такой местный бальзам. Захар, ты проснулся? Сори. У нас утро, и нужно было освободить уборную. Вот этот бальзам моментально восстановил обгоревшие участки. И моя жизнь наладилась. Теперь еще более тщательно слежу. За обновлением солнцезащитного средства в этом году я аномально сгораю. Не знаю, с чем это связано. И мой макияж на весь отдых – это карандаш для бровей PESA. У меня оттенок Honey Blonde. И он еще и неплохо держится. При том, что мы купаемся, играем в воде. И до вечера, пока не сойдем с бассейна, все окей. Сегодня у нас последний день, последние часы. Я не успела снять, когда все было красиво и аккуратно. Потому что заселялись мы после бессонной ночи. Так что сейчас в таком разобранном виде быстро пробежим. Что и как. Огромная кровать. Кстати, суперудобный матрас. Большое ложе для двоих или даже троих, если хотите. И с этой стороны телевизор. Вот такие роскошные люстры. Подсветки здесь хватает. Честно говоря, кондиционер в каждом помещении. Комод, мини-бар, все дела, который ежедневно наполняется. Сегодня ничего не добавляли. Потому что мы выезжаем. Но здесь была и вода, и вино, и пиво. И всякие напитки типа спрайт, кока-кола и так далее. Водичку мы обычно доставали из холодильника. Потому что не хотели простудиться. И вот нам приносили еще и шампанское. Два раза в номер. Подарочки. Покажу вам потом. Рядом с кроватью есть еще диванчик. Но там пакуются вещи. Не стану вам показывать. Я свое и детей уже собрала. И смотрите, эта часть для родителей. Или там пары, не знаю, как хотите. И вторая часть закрывается вот так. Но все равно все слышно. Если кто-то храпит, то это ничего не меняет. Чемоданы. Да, вот такие диванчика. Кондиционер. Также телевизор. Комод. Еще один диванчик. Обычно все красиво застилают. Но я сказала, уже не надо. Потому что мы и так уезжаем. Потом пусть уже убирают для новых посетителей. И у нас еще и балкончик. Здесь вид я вам показывала. Но ничего сверхъестественного. Там сейчас косят траву. Большой вместительный шкаф. Сейф. Есть услуга прачечной, поглажки. И большая ванная комната с туалетом, с феном, со всеми удобствами. Как-то так. Бассейн и особо показать не получится. Потому что там постоянно кто-то плавает. А весь отель в основном состоит из небольших бунгало. И вся территория ровная. То есть не нужно бегать по каким-то горкам. Еще есть главный корпус. Там немного номеров, но они чуть больше. Территория достаточно большая. То есть не приходится бегать куда-то непонятно на обед или завтрак-ужин. Но тем не менее есть где погулять. И все очень ухоженное, такое чистенькое и зеленое. Это просто какой-то пруд. Мы живем в другой части. Но вот там дальше море. Смотрите, это все цветы. Такие же, как у нас дома. Только они у нас полудохлые по сравнению с этими. Здесь из них делают буквально живую изгородь. Вот такое ленивое и расслабленное начало лета у нас получилось. В Кракове лето все никак не может наступить. Прохладно. А мы здесь зарядились солнышком. Накупались. Между прочим, в отеле есть бассейны с соленой водой, с морской. С подогревом. Детский бассейн. Так что каждый найдет что-то для себя. Но мы с мамой ходили посетить 4 звезды. Отель тоже Митсис. И это, хочу вам сказать, несравнимо с тем, что в Турции. Мне кажется, что там все-таки 4 звезды получше. А отелем, в котором я купила путевку, мы покупали ее через турагентство Грекос в Кракове. Я осталась крайне довольна. Я думаю, что в один из отелей Митсис я обязательно вернусь. Это не рекламная поездка. Но очень многие интересовались в инстаграме, где покупали, где мы отдыхали. Поэтому озвучиваю. Но путешествия летом по моим любимым странам или по новым местам тоже обязательно будут. Мы уже дома. Я распаковала чемоданы и быстро покажу вам в конце влога, какие сувениры мы привезли. Во-первых, два магнитика для бабушки и дедушки. Для польских. Себе я взяла вот такое оливковое масло с приправами, с разными травами и с перцем. Это для салатов. Также микс для барбекю. Поделюсь со своей Настей. Мы с ней привозим друг другу что-то интересненькое. Иногда покупаем одну упаковку и тоже делимся. Себе я Настюша взяла вот такие палочки. Они как-то правильно называются, но я не знаю. Для меда себе побольше. У меня большие банки и поменьше. Они из оливкового дерева. Такой сувенирчик. И тоже Настя на Сандорине купила маленькую пиалку. Она так красиво сервирует стол. Помните, я снимала в прошлом влоге. Она делала такой греческий обед для нас двоих. И она часто использует вот такие маленькие. Также в одном из местных магазинов в Херсонисисе я купила себе фенечки. Я хотела себе купить что-то именно в качестве сувенира. Но чтобы не стояло, а вот именно пользоваться этим, носить. Это бижутерия, которая создается вручную в Афинах. Это натуральный камень и кожаная фенечка. Причем она будет подходить много к чему. К таким льняным изделиям. И вот еще такой браслетик. Тоже из натуральных камней. Здесь небольшая подвеска сделана в Афинах. Я, по-моему, простыла в самолете. В самолете во время перелета может быть очень холодно. Поэтому одевайтесь, берите с собой какие-то куртки, если летите. У меня вроде как были вещи, но все равно я чуть-чуть простудилась. И еще нам с Настей взяла вот такой... Это даже не крем. Это как баттер под глаза, как масло. Это какой-то натуральный бренд. Просто в магазине выбрала. Я посмотрела тестер. Я знаю, что Настя такое любит. Нужно ей отложить в баночку. Это хватает долго, особенно на зиму. Супер вещь. Дети там тоже покупали себе какие-то статуэтки. Что-то для папы. Я редко привожу что-то из отеля. Ну, то есть не забираю вот эти все баночки. Но перед выездом у нас стоял вот такой пакетик с подарками. Это беруши, подушка для сна и маска. Вот во время ночного перелета это реально пригождается. Это отель. Поблагодарил нас, так сказать, за то, что мы выбрали их. И это Power Bank. То есть зарядка. У меня есть очень большая, тяжелая, намного зарядок. Вот эта полегче. Буквально там, наверное, на одну-две. Ну, в общем, такая поездка, такой влог. Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Нет, еще не все, а то забуду. Вот такую свечу. Еще много чего дарила мне моя зрительница. И я хотела ее повторить. Я купила бы несколько штук. Попробую найти онлайн. Она так вкусно пахнет каким-то настоящим спа-салоном. Это соевая свеча. Еще и смотрится красиво. Спасибо тебе огромное еще раз. Хотя я лично благодарила. Ну, увидите где-то. Или специально поищите. Вы не пожалеете. Теперь точно. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok